Что это за рюкзак? Для кого он? Это 30-литровый рюкзак, который полностью водонепроницаем. В нем использованы водонепроницаемые материалы, он погружается в воду, так и есть, по сути, это сухой мешок. В отличие от некоторых фантастических водонепроницаемых рюкзаков в стиле сухих сумок, которые мы недавно рассмотрели. У этого есть множество функций, которые выделяют его и делают его моим выбором для различных видов деятельности, независимо от того, мокрые они или нет. Просто из-за факторов удобства я собираюсь показать тебе этот рюкзак. Итак, сначала давай поговорим о водонепроницаемости. Да, это рюкзак в стиле сухого мешка с откидным верхом. Красное к красному прямо здесь. Весело, потому что они компания Red Paddle. Внутри у тебя есть 30 литров свободного места. Здесь очень много места, но не только это, изнутри это довольно трудно показать тебе, потому что оно черное. Я бы хотел, чтобы оно было другого цвета, чтобы вещи больше выделялись. Прямо здесь есть съемный мягкий рукав, который отлично подходит для планшета. Я собираюсь. Я еще не пользовался здесь своим ноутбуком, моим 13-дюймовым MacBook Pro. У меня 14-дюймовый, я 14-дюймовый. Я попробую это и дам тебе знать, подойдет ли это. Здесь написано, что оно подойдет шириной в 10 дюймов. Так что я попробую это сделать с планшетом и ноутбуком, но я использую его в основном для приключений, а не для городских путешествий. Но ты же видишь, что он не только мягкий, очень приятный, у него отличная организационная система. Ручки, что угодно. У меня здесь есть моя камера 360, дополнительный карман прямо здесь, так что это здорово съемный. Так что ты можешь использовать его самостоятельно или в рюкзаке. И все же на внутренней стороне рюкзака есть еще один потайной карман за этим съемным пакетом, потайной карман, хорошее место для паспорта, денег или чего там у тебя есть. Так что я сверну это обратно, потому что я действительно не могу показать тебе в деталях внутреннюю часть упаковки. И чтобы сделать ее водонепроницаемой, ты свернешь ее три или четыре раза. Я думаю, они рекомендуют четыре для этой марки, и ты молодец. Пока ты у меня здесь, на удивление, хорошие вентилируемые ремни рюкзака и прочная прокладка в поясничной и грудной области, что действительно приятно, когда ты в походе. Я использую это для пеших прогулок и всяких забавных вещей. Езда на велосипеде, катание на байдарках. Честно говоря, я часто использую его, когда беру наших четырех племянниц на поиски приключений, и я должен быть шерпом, просто засовывать сюда всякую всячину. Потом родственники мужа отправляются за покупками. Они хотят, чтобы я носил их вещи, которые они покупают. Здесь просто сплошные пробки, фермерский рынок и все такое. Просто в этот рюкзак очень легко набить вещи. Снаружи красивая красная ручка вот здесь, большой карман вот здесь, и все остальное прямо здесь. Отличное место для баф, шарикового клевера прямо здесь, солнцезащитных очков. Просто очень большой легкодоступный карман, который, судя по всему, что я испытал, водонепроницаемый. Просто поставь машину прямо там, в гараже, и все в порядке. И тогда это выдающаяся функция, и это очень просто. Вот причина, по которой я продолжаю тяготеть к этому рюкзаку в качестве водонепроницаемого рюкзака по сравнению с другими. Это карманы для бутылок с водой быстрого доступа. Теперь я не всегда ношу с собой две бутылки с водой, но я хотел доказать свою точку зрения. Это 40-кунционная гидрофляжка прямо здесь, и она легко помещается в этом боковом кармане. Так что подумай об этом. Ты мог бы легко разместить бутылки с водой для себя и своего партнера на своем предприятии прямо там. Это делает все действительно гладко. Часто я буду держать бутылку с водой здесь, а затем, возможно, экшн-камеру, или маленький штатив, или что-нибудь удобное сбоку прямо здесь. В целом действительно хорошо продумано. Как ты можешь сказать, им много пользовались и злоупотребляли, и мне это нравится, это здорово. Ред педал делает действительно хорошие вещи.